МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнаценко. Глядите в этом выпуске. Новые махчимости Беларусь нафта планует селета повеличить с добычу нафты. Наведение парадку на земле об выниках минулого года и селетних планах ишла размова, наведаясь электронной нараде у Гомельске Маблы-Канкаме. Калядные отсюда протягиваются на этот раз сюрпризы, чакали детей, которые живут в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизичного развития, а также молодых мать, которые народили нарожство. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Вытворчие объединения Беларусь нафта планует селета повеличить с добычу нафты на 20 тысяч тонн в сравнении с минулым годом. Плануется, что агульная личба приближится до 1 млн 690 тысяч тонн. Как отначили в пресс-службе предприемства, амбицийная задача на ближайшую перспективу – передоление дисбаланса с добычей и приростом запасов. Это потребует от геологов напруженной и карпатливой працы с ресурсами по всех на керунках. По увеличению коэффициента нафта отдачи, до разведки и пошуково-разведочное бурение. А кроме этого, отзначено, что благодаря комплексному подходу о освоении девочих родовища и новых площадь, укоренению сучасных технологий, выросла доля промысловых запасов вуглеводородов у агульной структуры, а также количество продуктивных сведровин. Работа по наведению парадку на земли протягивается. Так, летось, разные работы проводились прикладно на 10 тысячах гектаров земли. Это территории, которые ранее не выкрыстовывались в уголе, альбо выкрыстовывались неэффективно. А в выниках минулого года и планах на 2019-й ишла размова, наведаясь электронной на радио Гомельске Мабловы-Канкаме. Так, больше за все земли, которые приводили в парадок, належит сельгаз-организациям в области. Это амаль 8,5 тысяч гектаров. На другом месте, территории, населенных пунктов, далее идут земли фермерских господарок и других субъектов. До речи, летось и трымалось утягнуть у сельско-господарчий оборот больше, как 200 гектаров земли, у которых находится побач с сельско-господарчими объектами. Головная задача, как укончатковым вынику земля приносила корысть. Проделана серьезная работа по передаче земельных участков по согласованию их передачи лесохозяйственным предприятиям. Ту землю, которую можно вовлечь в сельскохозяйственный оборот, она, конечно, попадает только сельскохозяйственным предприятиям. Земли же в области, которые низкобальные, песчаники, уже по тем или иным причинам заболоченные, передаются лесохозяйственным предприятиям. В любом случае, наша задача и наша цель – это конечный результат, чтобы земельные участки приносили какую-то пользу. Четверо водителей у открытого акционерного товариства «Гомель Абл Аутотранс» узнагороджены гоноровыми грамотами Совета Министров Республики Беларусь запленную працу, высокий профессионализм и значный уклад в успеховое выполнение работ по реконструкции автомобильного моста прозраку Припять в Житковицком районе. Азначены Александр Дурнев, Миколай Зиновьев, Сергей Папруга и Иван Назаренко. До речи, для работы на даденном объекте штоденно было заденечено от 20 до 40 одинок грузового рухомого состава «Гомель Абл Аутотранса». Супрационники ДАИ в связи с похолоданием рекомендуют водителям проверять техничную справность ауто. Особливо, это тычется у ладальников машин с дизельным руховиком. Наибольший негатив на низкие температуры уплываются на работу аккумулятора. Я еще одна проблема, якая может поуплывать на процесс дольности автомобиля при морозах – замерзание техничных хваткостей. У дальней поездки ДАИ рекомендует брать с собой теплое оденье, зарадженный мобильный телефон, а так само предметы, які допомогут в выпадках несправности автомобиля. Трос, лопату и проводы. А лишь самым холодным застается выканание правилов дорожного руху, правильная оценка умов на дворье и дорожного покрытия. Сегодня у взлучениях и воинских частях внутренних войск у Министерства внутренних справ Республики Беларусь начался новый период в учебно-байовой подрыхтовке. Урочистый митинг, присвященный этой подеей, прошел и у войсковой части 55-25. Наим с правитальным словом выступил первый наместник командующего внутренными войсками краины, начальник штаба Игорь Бурмистров. И он подяковал войсковцам за службу в минулом году и ожидал поспехов у боевой подрыхтовцы. По завершении митинга участие разгорнули научальное место для ознайомления особистого состава с мерами безопасности, которые должны выполняться у повседенной службы боевой деятельности. А кроме того, прошли первые занятки по идеологичной подрыхтовцы по теме «Национальная безопасность Республики Беларусь. Задача внутренних войсков» в 2019 году. По окончанию полугодичного обучения проводятся проверки, уже проводится боевое слаживание окончательно подразделений и уже по факту смотрится, в какой степени мы подошли к обучению личного состава. И в конце года проводится уже итоговая проверка и уже обобщаются все результаты за год и смотрится готовность всего соединения к выполнению задач по предназначению. На новой перейд в учебно-боевой подрыхтовке у войсковую часть 55-25 призвали больше, чем 170 человек. На протягу наступных месяцев у з'еми будут проводиться плановые показальные и практичные занятки по всех предметах навучения. На приконце студеня, в начале лютого, Беларуси чекается уздым захворывания на грипп. Медики означают, чтобы избегать заражения, необходимо память о простых правилах гигиены. Не треба передавать один одному мобильные телефоны и ручки, не сдымать зубами пальчатки. Варто отмовиться навод от рукопотисканья. Необходно больше бывать на свежем поветре. Верогодность расповсюживания гриппа альбо инших вирусных инфекций на улице сводится до нуля. Медицинская маска при этом не потребна. Я ей не обходна носить стольки у выпадку, калі вы захворели, каб не стать погрозой для инших. У помешканьях важно, як мага частей проводить вильготную уборку. Оптимальная температура поветра у покои 20 градусов. Не покинуться тяжкой ситуации. У регионе стартовала кампания «Мороз». Наперед низких температур Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» открывая пункты обогреву для людей без певного места жихарства и одинокопроживающих. Яны размещаются на базе усіх районных организаций товариства. Тут можно не тольки согреться. Работники «Червоного крыжа» обовязково пропонують ежу и гарачу горбату. Так само забеспечать теплым оденням. Без определенного места жительства граждан очень много. И те, которые нуждаются в питании, в теплой одежде, их достаточно много. Сейчас вот в этот короткий промежуток, пока у нас морозы, уже обратилось около 45 человек. Коли температура поветра опустится ниже за минус 15 градусов, в местах массового прабывания людей будут працавать мобильные пункты обогреву. При минус 25 и ниже специалисты и волонтеры Белорусского товариства «Червоного крыжа» сами поедут до бездомных и будут раздавать им гарачу ежу и оденням. Калядные отсюда протягиваются. На этот раз сюрпризы шакали детей, которые живут в Гомельском доме-интернате для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития, а так само молодых мать, которые народили на рожство. До них заветал с веншаваньями и подарунками архиепископ Гомельский и Жлобинский Степан. Марина Джалая с подробностями. Юлия Федорович живет у дитяшей вёсты, так называют интернат, 7 годов. Зараз ей 35. Юлия – одна из самых дорослых жихарок. Молодая женщина, что редкость для этой установы мает адукацию. Я на 2 годы вучилась у лице и летость отримала диплом огородника-озеленителя. Зараз мараць об опекунской семье, праце и больше самостоянном жите. Минавито такое же отдание загадала Юлия на роство. Я загадала желание, чтобы у меня была семья, опекунства, что я хочу, кто-нибудь у меня взял на опекунство. Я даже иконы молюсь, даже вчера молилась перед иконой, чтобы мне Боженька. Моя мечта сбылась, что меня взяли на опекунство. Для таких людей увага бесценная. Яны широ радуются усім гостям и дякают за это тепленьею своих сердцев и непосредностью эмоций. А чая пить с уладыкой, а гуветливые слова и подарунки – великое счастье для жахару дитячей везки. Дарыши, зараз тут живут 64 человеки. 38 из них неполнолетние. Самому маленькому жахару – 4 годы. Живут тут группами по 16 человек. А сама модель реабилитации мая социальную нокерованность. На Руси всегда говорили, спешите делать добро. Мы не знаем, какова человеческая жизнь. Начало есть, а конца мы ее не знаем. Поэтому надо вложиться настолько, насколько можно, творить добро ближнему. Вот в эти праздничные, различные дни мы посещаем больницы, интернаты, такие вот дома для деток, самих инвалидов на дому. Стараемся все оплатить настолько, насколько можно. Потому что Христос в Евангелии говорил, вас узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. А в чем выражается любовь? Любовь выражается в том, чтобы мы посели больного, чтобы мы оказали какую-то помощь, чтобы мы посоучаствовали в его жизни. А про спаугадину владыку чекали у Гомельским областным родильным доме. Сюда архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан так само привез подарунки. 15 вось таких пакетов с самыми необходными предметами отримали мать, и кей народили детей уколядную ночь и на наступный день. Такая увага стала для молодых женщин вельми приемной и абсолютно нечаканной. В Рождество первый раз стала мамой. Долгожданное событие. Ждали девочку. Очень рады, что появилась именно 7-го числа. Причувствия, конечно, уже были 6-го, что вот-вот должна родиться. Ну и вот случилось чудо. Доральше подарунок покинули навод для девчонок, якая на момент визиты у ладыки якраз находилась у родильной зале. Доральше непосредственно на коляды у гэтым родильным доме народилась четвера детей. Три девчонки и хлопчик. Впервые за время работы областного роддома сегодня нас посетили представители церкви. Произошла такая, как говорится, программа рождественского чуда. То есть женщины получили рождественские подарки от архиепископа Омельского и Жлобинского. Даже был какой-то для наших рожениц эффект неожиданности. Они не ожидали. Получить подарок всегда приятно, особенно из рук такого человека. Отсюда обовязково протягнуться. Богатые святые дни, которые начинаются от родства и продолжаться до водохреша, час добрых справ, учинков и думок. Час, когда каждый из нас может стать червником для тех, кто вельми марит об суде. Марина Джалая, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Подарунки, майстер-классы и музычные номеры. Вихованцы допоможной у Луковской школы-интерната Гомельского района сегодня приемли гостей. С новогодними веншаваниями до их приехали новученцы вокальной студии эстрадных спевов средней школы номер 43. На святе побывали и наши корреспонденты. Новученцы этой вокальной студии с такой акцией приезжают уже не первый год. Сегодня тут учатся 116 детей, 90 из которых – сироты, а бы ты, кто застался без опеки батьков. В этом году юные вокалисты собрали подарунки, подаргтовали концертную программу и приехали повеншавать выхованцев у Луковской школы-интерната. С такой акцией, к которой мы приехали сегодня, мы уже ездим не первый год, так как детки однажды поехали подарить счастье, улыбки. В детский дом Белецы мы ездили, на Кристалле, в школу-интернат 15. Нам понравилось, мы подарили один раз счастье, нам захотелось дарить каждый год, вот такую акцию, как традицию, мы решили продолжать каждый год. В этот раз мы приехали в Улковский детский дом, потому что мы о нем только первый раз узнали. Все лето организаторы заплановали не только музычные выступления и веншаванни. Для выхованцев школы-интерната провели и два творчие майстер-классы. Сначала дуешь, ложишь, берешь, и получается птичка. По закончению майстер-классов выхованцы школы-интерната отримали солодкие подарунки, а организаторы мероприемства выказали упевненность, что такие встречи протягнутся и в дальнейшем. Вероника Хамзюкова, Александр Харламп, телерадиокомпания «Гомель». Министерство спорту и туризму Беларуси подрихтовало туристичный календар на 2019 год. У список вошло около 90 разностайных подей. Одна из головных, другие – европейские гульни. Спортивные споборничества пройдут с 21 по 30 червяня в Минску. В широке значных мероприемств пройдут и на территории Гомельской области. В среду наибольшем массовых и популярных международный конкурс «Ренессанс гитары» и международный аутомотофестиваль «Моторфест-2019», который будет принимать город над Сожем. В Калинковицком районе пройдет республиканский фестиваль народного гумора «Аутюки». Гостей ждут так само на ильняную карусель у Корме, на славянские театральные встречи и музыку надеи у Гомеле. Гэты, а так само иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Попытался самостоятельно потушить пожар и оказался на больничной койке. Спасателям поступило сообщение о возгорании в одном из частных домов в Мозыре. И пока они ехали на место, хозяин попробовал сам потушить огонь. С ожогами мужчину доставили в районную больницу. Пожар потушили спасатели. Причина выясняется. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В суде Центрального района Гомеля рассматривается многоэпизодное уголовное дело в отношении владельца СТО, который инсценировал дорожно-транспортное происшествие ради страховок. Общий ущерб, причиненный действиями мужчины, составил более 164 тысяч рублей. Следствие приняло меры по обеспечению возмещения ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 156 тысяч рублей. Также следователи допросили более 50 свидетелей, изучили документацию нескольких страховых компаний. К материалам уголовного отдела приобщены заключения фототехнических экспертиз автозапчастей. На основании собранных доказательств обвиняемому инкриминируют кражу в крупном размере и мошенничество. Одним заседанием суда дело не ограничилось. Слушание продолжается. Сладкие обещания и жесткая реальность. Еще только предстоит предстать перед судом несостоявшемуся сутюнеру. В Гомельском городском отделе Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего россиянина, который вербовал гомельчанок для занятия проституцией. Напомним, в сентябре прошлого года мужчина приехал в Гомель в поиске молодых девушек для высокооплачиваемой работы на территории России. На предложение откликнулись две гомельчанки. Я предложил выгодные условия работы. 70% нам, 30% ему. Пообещал нам предоставить жилье там, где будем жить. Я, моя подруга, он, его семья. Обещал решаться проблему с полицией. Однако, выехать за пределы страны им не удалось. Двух женщин вместе с так называемым сопровождающим задержали на подъезде к белорусско-российской границе. Организатор канала вывоза девушек за рубеж был задержан, как и автомобиль, на котором он перевозил потенциальных секс-рабынь. В настоящий момент уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации направлено прокурору города Гомеля для направления в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси позади очередной игровой вечер. Солигорский шахтер нокаутировал молодежку Ю-20 со счетом 8-1. Столичная юность серии буллитов вырвала победу у Динамо из Молодечна. Представители нашего региона очками рожиться не смогли. Жлобинский Металлург гостил в Гродно у Немана. Прием с Толеваром оказали не самый радушный. В первом периоде хозяева забросили трижды и отличились братья Малявка и Левша. Гости ответили эффектным голом обметки. Вторая треть поединка также осталась за Неманом. Елисеенко сделал счет 4-1. Больше цифр на табло не менялись. Завтра Металлург играет против Лиды на ее льду. Хоккейный клуб Гомель с подпорченным настроением отправляется в североирландский Белфаст, где пройдет суперфинал континентального кубка. Обидчики Рыси рыцари. Лида на домашнем льду отгрузила ворота команды Олега Хмыля 6 шайб. Гомельчами сподобились на один голевой бросок. Отличился Перегуда. 11 января Гомель стартует в суперфинале континентального кубка. Первый соперник хозяева команда Белфаст Джаинс. Павел Кречин возглавил дубль футбольного клуба Гомель. Два последних сезона с резервистами клуба работал Виктор Борель. Павел Кречин выступал за Гомель в 2003 году и стал чемпионом страны в составе зелено-белых. С 2014 по 2018 год специалист работал главным тренером гомельского локомотива. А летом минувшего года начал тренировать юношескую команду Гомеля, составленную из футболистов 2004 года рождения. В Минске состоялось первенство Беларуси по бадминтону среди юношей и девушек. 90 спортсменов из всех регионов страны состязались в трех возрастных категориях. Сильнейших на протяжении трех дней выявляли в одиночном, парном разрядах и миксте. В мужских одиночных состязаниях среди спортсменов возрастом 14-15 лет финал получился гомельским. Глеб Швыдков обыграл поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В миксте гомельчане также были в лидерах. Сильнейшей стала гомельско-брестская пара Глеб Швыдков и Марина Янбаева. Бронза у Ивана Доценко и еще одной представительницы Бреста Валерии Пашкевич. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.